«И приведу вас в землю вашу». 24 стих. Обратите внимание, здесь не говорится, что они будут уже Божьим народом. Бог говорит, я соберу вас. Ну, в смысле, народом, который уже обратился реально к Богу. И народ, который сам возвращается. Здесь написано, что Бог соберет их из всех народов и приведу вас в землю вашу. 25 стих. Дальше Бог говорит. «И окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас». Где? То есть, последовательно. Бог сначала соберет, а потом окропит. Правильно? Здесь не написано, что они возвращаются верующие. Здесь написано, что Бог их собирает, а потом очищает в их земле. Дальше. 26 стих. «Новое сердце и дух. Сердце плотяное вместо каменного. Сердце, которое может принимать. Сердце, которое может верить. Сердце, которое может изменяться. Каменное сердце, оно не изменяется. То есть, изменяется внутренняя ситуация». 27 стих. «Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю тот, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». То есть, это то, что будет делать Дух Святой в них. И зальют Дух благодати и умиления, и возряд на того, которого пронзили. Возряд меня, которого пронзили. То есть, это то, что производит Дух Святой. 27 стих. И очень важный момент. С 23 по 30 стих на иврите. В этом отрывке. Бог 18 раз говорит «Я сделаю». С 23 по 30 стих на иврите. Бог 18 раз говорит «Я сделаю». Бог говорит «Я сделаю». Кто из вас знает, что Бог суверенен? То есть, суверенен, он делает то, что он хочет. Правильно? И он может делать то, что он хочет. И в книге, в послании к эфесянам в 1 главе, в 11 стихе написано, что он есть тот, кто совершает все по изволению своей воли. То есть, и он может совершать все по изволению своей воли. Он захотел, он сделал. У него есть возможности, у него есть силы поступать так, как он считает нужным. Он суверенен. И он говорит 18 раз «Я сделаю». Это мое решение. Кто ему может помешать? А что мы можем сделать в этом случае? Что? Помочь. А как мы можем помочь? Давайте посмотрим, как помог ему Даниил. В 9 главе. В 2-й и 3-й стихи. 9-я глава книги пророка Даниила. То есть, вы вот что-то увидели в Писании очень серьезное. Вот Даниил. Что делал Даниил? Он читал Библию. И в первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Еремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. «И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему и исповедовался и сказал». То есть, он увидел, что по Писанию должны произойти определенные события. И что он начал делать? Он начал молиться в этом направлении. «Господи, Твое Слово говорит. Ты сказал, сделай, сделай. И запишите, Псалом 121, 6 по 7 стих. Исайя 62, 6 по 7 стих. Псалом 121, 6 по 7 стих. Исайя 62, 6 по 7 стих. Там написано, 62, 6-7. «На стенах Твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, буквально напоминающие Господу, в оригинале стоит, не умолкайте. Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славой на земле». В еврите вот этот оборот, о, вы, напоминающие Господу. Напоминающие – это в современном еврите слово переводится как «секретарь». И кому это говорится? То есть, это говорится тем, которые понимают. Если мы с вами это понимаем, что мы с вами должны делать? Напоминать. Боже, Ты обещал. Не умолкайте. Да? Сто двадцать первый псалом. Сто двадцать первый псалом. Шестого стиха. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие Тебя. Да будет мир в стенах Твоих, благоденствия в чертогах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих, говорю я, мир Тебе. Ради дома Господа Бога нашего, желая блага Тебе». Кто из вас хочет получать благословение? Здесь же есть серьезные благословения. «Ради братьев моих и ближних моих, говорю я, мир Тебе». Кто из вас хочет, чтобы просто благословение, оно касалось вашей жизни, ваших родных, близких? Тогда начинайте благословлять. Здесь есть серьезные благословения. «Да будет мир в стенах Твоих, благоденствия в чертогах Твоих. Ради дома Господа Бога нашего, желаю блага Тебя». Поэтому не умолкайте. «Римлянам 9 глава с 27 по 28 стих». «Римлянам 9 глава с 27 по 28 послание к римлянам. Там говорится об остатке, который спасется, да? Римлянам 9 глава. И там написано, даже если 9, 27, 28. «И Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивается, скоро решится по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». То есть это остаток, который предназначен ко спасению. Остаток. Божий остаток. И римлянам 11 глава с 25 по 26. Там говорится о полноте язычников. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, ибо ожесточение пришло в Израиле отчасти». Дальше написано «до времени, пока войдет полное число язычников». В оригинале нет слова «до времени» и нет слова «полное». Нет слова «число». Ну и я думаю, что здесь написано немножко по-другому. И там написано «не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, пока не придет полнота язычников». И здесь используется то же самое слово, которое используется в Эфесянам 1 глава, 28 стих. «В нем пребывала вся полнота божества». Ну и там говорится о церкви, которая есть полнота, наполняющая все во всем. То есть церковь должна войти в этот брачный возраст невесты, когда мы придем в полноту. Ну и второе место там, где написано, что в Иисусе пребывала вся полнота божества телесно. То есть это та полнота, которую мы должны достигнуть. И тогда придет спасение ко всему Израилю. И дальше написано «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова». Эфесянам 1 глава 1.28. 1.23, извиняюсь. 1.23. Ну и вот, смотрите, еще послание к Эфесянам, 1 глава, 10 стих. «В устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Христом». То есть полнота времен, когда придет полнота времен, когда мы полностью подчинимся Христу. И тогда небесное, земное, оно будет соединено под одной главой. То есть это план Божий, к которому мы приходим. И сейчас язычники, потом весь Израиль, да? Полнота язычников, спасение для Израиля. Поэтому входите в полноту. Божий план для земли Израиля. Нет, отдельно. Следующий. Для земли Израиля. Бытие, 17 глава. Бытие, 17 глава, с 7 по 8 стихи. 7, 8. «И Бог говорит, и поставлю завет мой между мной и тобой, и между потомством твоим после тебя, в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь всю землю хананскую, во владение вечное. И буду им Богом». То есть это Божий завет и Божий план. То есть вся земля во владение вечное. Кому принадлежит эта земля? Израилю. Потому что Бог дал им. И это владение вечное. Бог не дал эту землю палестинцам. Это не значит, что я не люблю палестинцев. Бог не дал эту землю сирийцам. Бог не дал эту землю русским, украинцам. Бог дал эту землю евреям. И это Божий план для этой земли. Поэтому, если вы хотите с ним поспорить, я вам не рекомендую. Можете посмотреть на одного спорщика, который был внезвержен на землю. Ну, а потом еще ниже. Происпорнию. Которого имя было Деница Сен-Зари. А стало дьявол. Был Херувим. Стал дьявол. Псалом 104. Седьмого по одиннадцатой стихи. Псалом 104. Он Господь Бог наш. По всей земли суды его. Вечно помнит завет свой. Слово, которое заповедовал в тысячу родов. Которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку. И поставил то Якову в закон и Израилю в завет вечный. Говоря, тебе дам землю ханаанскую в удел наследие вашего. И здесь есть шесть слов, которые употребляются для описания божьих обязательств относительно этой земли. Обратите внимание, какие это слова. Завет. Бог заключил с Авраамом завет. Слово, которое заповедовал в тысячу родов. Заповедь. Заповедь. Клятва. Клятва. Клятву свою Исааку. Установление или закон. И поставил то Якову в закон, постановление, установление. И Израилю в завет вечный. Вечный завет. Завет вечный. Завет вечный. Завет, слово, заповедь, клятва, установление. Завет вечный. То есть это то, что Бог говорит. И эта земля, она принадлежит Израилю. Ну и сейчас то, что происходит вокруг Израиля, это же проблема не с Израилем. И проблема даже не с палестинцами. То есть основная проблема, вы должны понимать, что чаша иступления для всех народов. Тяжелый камень, который они пытаются поднимать, чтобы была решена эта проблема. Но они не имеют никакого права решать эту проблему. Еремия, 30-я глава. С 3-го стиха. С 3-го по 7-й. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Обратите внимание, здесь не говорится об одном царстве. Как, например, это было возвращение из Вавилонского пленения. То есть Бог вернул Иуду, а Израиль остался в рассеянии. Здесь говорится об Израиле и Иуде. Оба царства они возвращаются одновременно. И возвращаются все евреи, независимо от того, какому колену они принадлежат. Или какому царству они принадлежали. И Бог говорит, когда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владея ею. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь. Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. То есть, когда происходит возвращение этой нации, что происходит? Голос мира, смятения и ужаса. Но это Божья работа. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? У горя велик тот день, и не было подобного ему. Это бедственное время для Якова. Но он будет спасен от него. И будет в тот день, говорит Господь Савуов, сокрушу ермо его, которое на выи твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу, Богу своему, и Давиду, царю своему, которого я восстановлю им. Кому они будут служить? Кто корень Давидов? Кто царь, которого Писание называется и Давидом? Которого Бог восстановит им? То есть, Ешуа опять придет, и он будет царствовать в Израиле. И ты, раб мой, Яков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль. Ибо вот Я спасу тебя из далекой страны, и племя твое из земли пленение их, и возвратится Яков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Ибо Я с тобой, говорит Господь, чтобы спасать тебя, и совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мире, но не наказанным не оставлю тебя. То есть, восстановление, о которых говорит Библия, которое должно совершиться в последние дни, оно совершается со смятением, ужасом, давлением и страданием. Но это то, что написано в Библии. И то, что сейчас происходит в Израиле, это то, что написано в Библии. И вы можете сказать, неужели это от Бога? Да, это от Бога. И крики ужаса, и давление, и противостояние, и все об этом говорится у пророка Еремии. Но это то, что делает Бог. Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. Последние дни уразумеете это. То есть, когда это можно было понять пророчество? Здесь написано, в последние дни уразумеете это. То есть, это то, что происходит в последние дни. Откуда я знаю, что мы живем в последние дни? Потому что я вижу последние приметы. И Господь говорит, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни уразумеете это. Какое его намерение? Восстановить Израиль. Вы знаете, что Ешуа очень сильно любит евреев, своих братьев и сестер. То есть, это то, что в его сердце. И это то, что он совершает в последние дни. И запишите. Израиль, Божье послание к народам. Божье послание к народам. Одиннадцатая глава, с одиннадцатого стиха. И будет в тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего. Помните? Одиннадцатая глава, одиннадцатый стих пророка Исаии. Помните, мы с вами в послании к римлянам, в девятой главе, читали о том, что остаток спасется. И здесь написано тоже об остатке. «И будет в тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Асура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Элама, и в Синааре, и в Эмафе, и на островах моря». Но слово «острова моря», оно обозначает материки в Библии. На островах моря, на материках, на других материках. «И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены». «Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плечи филистимлян к западу и грабят всех детей востока». Филистимляне и палестинцы. Это синонимы, это одно и то же слово. То есть это то, что происходит в наши дни, это то, что происходило в 1948 году. То есть на этой территории жили палестинцы. И здесь написано. «И полетят на плечи филистимлян к западу и грабят всех детей востока. На и дома Имаава наложат руку свою». Вы знаете, что такое дом Имаава? Возьмите, пожалуйста, карту. Можете в Библии взять. Посмотрите территорию Маава и Эдома, и посмотрите, какая страна это на сегодняшний день. Если вы не знаете, я вам скажу, это Иордания. Маав и Эдом. То есть горы Маава сейчас находятся на территории современной Иордании. Территория Эдома находится на территории современной Иордании. «Наложат руку свою, и дети ОМОНа будут поданными им. И сушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской». И здесь есть очень важный момент. Божье знамя для народов. Что это Божье знамя для народов? Это государство Израиль. Это восстановление Израиля. То есть это то знамя, которое Бог поднял для народов. И поднимет знамя язычников, язычникам, и соберет изгнанников Израиля. То есть это то знамя для язычников, которое мы должны с вами увидеть. И это знамя, оно говорит о послании, что Бог исполняет завет. То есть пришло время. Исайя, 40-я глава. 40-я глава пророка Исайи. Это очень важная глава, и она относится... Я хочу вам спросить, кому? «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Кому это Бог говорит? Кому? А какой народ утешать Израиль должен? А, язычникам. Кому он говорит? Язычникам? Ну, вы знаете, очень часто мы путаемся в некоторых словах. Язычники – это те, которые поклоняются Идовам. То есть церковь и язычники – это не одно и то же. То есть это Он говорит христианам. И Он говорит, Бог ваш, утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте Ему, что исполнилось время борьбы Его, что за неправду Его сделано удовлетворение. Ибо Он от руки Господней принял вдвое за все грехи Свои. То есть Господь говорит церкви, и Он говорит, утешайте, народ мой, утешайте, народ мой. И это послание для христиан. Исайя, 60 глава. 12 стих. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. То есть это послание к народам. И послание очень простое. Те народы, которые не подчинятся Божьим целям, они будут что? Они будут истреблены. То есть это очень серьезно. 12 стих. И Бог требует от народов, на основании того, что Он Творец, Он Судья, Он Царь, Он Господь, чтобы все народы просто покорились Его воле и Его целям. Аминь. Ну запишите числа 23 главу, 19 стих. Там есть очень хорошая иллюстрация, как Валак нанял Валама, чтобы он проклял Израиль. И что сделал Валам? Он благословил Израиль. Почему? Потому что Бог делает то, что Он хочет. А не то, что хочет делать Валак. И что произошло потом с Валаком? У него появились очень большие проблемы. Матфея, 25 глава, 31 стих. Матфея, 25 глава, 31 стих. И книга пророка Иаиля, 3 глава, с 1 по 2 стих. Матфея, 25 глава, 31 стих. Там суд над козлами и овцами. Народы козлы и народы овцы. Иаиля, 3 глава. Матфея, 25 стих. С 31 до конца главы. Там суд над козлами и овцами. Народы козлы и народы овцы. И в Иаиле там говорится о долине суда. Иаиль, 3 глава, 1 по 2 стих. И там написано. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата. Кто из вас знает, что это за долина Иосафата? Если вы не знаете, я вам скажу. Это то место, которое в Библии называется Ар-Магеддон. Это та самая долина. Долина Иосафата или долина Мегидо. Мегида. Ар-Магеддон. И там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами, и землю мою разделили. За что Бог будет судить все народы? За то, что они преследовали Израиль и за то, что разделили землю. То есть отношение к Израилю и за разделение земли. Что сейчас пытаются сделать народы? Они пытаются разделить землю. Но на самом деле, вы знаете, что один раздел уже произошел. Этот раздел был в 1947 году. И вы знаете, как разделили эту землю? Эту землю разделили очень интересно. 76% этой земли принадлежил Иордании. То есть Моав и Эдом. То есть 76% этой земли отдали Иордании. Это арабская страна, в которой евреям запрещено жить. Это земли Израиль. 76%. Осталось 24%. И эти 24% разделили пополам между евреями и палестинцами. Ну, той земли, которую они должны иметь по Писанию, они занимают меньше 12%. Потому что сейчас же вокруг этого всего идет еще ряд вопросов. Но в Писании написано, что Бог будет судить за то, что народы разделили его землю. Как вы думаете, Бог давал полномочия организации объединенных наций разделять его землю? Это не те вопросы, которые могут решать объединенные нации. И те народы, которые будут пытаться поднять Иерусалим, то есть туда лучше не всовываться. То есть это слишком тяжелый камень, чтобы его можно было поднять. И линия разделения между народами будет проходить очень просто. Иисус говорит, за то, что вы не сделали это одному из меньших сих, вы не сделали мне. Помните? И я хочу, чтобы мы с вами посмотрели 25 главу Матфея. Матфея 25 глава с 31 стихом. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей?» Где Он сядет на престоле славы Своей? В долине Иосафат. Там Он будет производить суд. «И соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его «Придите, благословенные отца моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». И так далее. Тогда праведники скажут Ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли или нагим и одели». И дальше Иисус говорит, «И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из их братьев моих меньших, то сделали мне». Кто является его брать? Я думаю, что здесь есть две категории людей. Это Израиль, братья по плоти, и те, которые исполняют его заповеди. И он говорит, «Кто исполняет то, что я говорю, он мне брат, сестра и мать». Помните, да? Это записано в Марка 3 глава с 34 по 35 стих. «И народы будут судимы за отношение к евреям и христианам». Два божьих народа. Церковь и Израиль. Записали. Ну и еще я хочу с вами посмотреть некоторые места из Священного Писания, чтобы подвести итог. Книга пророка Захарии, 14 глава. И внимательно, пожалуйста, прочитайте книгу пророка Захарии. Особенно 12, 13, 14 глава. 12, 13, 14 глава. Захария, 14 глава. С 2 по 5 стихи. Я покажу вам, что будет происходить. Давайте посмотрим 13 главу с 8 стиха. «И будет на всей земле, говорит Господь. Две части на ней будут истреблены, вымрут, и третья часть останется на ней. И веду эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу, это Мой народ, и они скажут, Господь Бог Мой». То есть здесь говорится о Божьем остатке. И это одна треть живущих на земле, да? 14 стих. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберут все народы на войну против Иерусалима». Все народы соберутся на войну против Иерусалима. В наше время была война, которая, ну, помогает понять, как это будет происходить. Вы помните войну с Ираком, буря в пустыне? Когда объединенные войска, они разгромили Ирак. Все народы, они соберутся против Иерусалима. Смотрите, что произойдет дальше. «И взят будет город». То есть будет величайшее событие, будет защита Иерусалима, когда вся нация будет защищать этот город. Но этот город будет захвачен. Взят будет город. «И разграблены будут дома. И обесчищены будут жены. И половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города». Здесь мы видим самую критическую точку в истории Израиля. То есть наступит момент, когда Израиль перестанет существовать как нация, как государство. То есть столица будет захвачена, город будет разграблен, половина города будет выселена, и враг будет находиться в этом городе. Это написано в книге пророка Захарии. Почему это еще не было? Почему это еще не было? Я извиняюсь, когда в истории человечества все народы поднимались против Иерусалима. То есть этого еще не было. Дальше. Здесь написано, соберу все народы на войну против Иерусалима. И взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчищены будут жены. В 70-м году город был захвачен, разграблен и полностью выселен. То есть он был полностью уничтожен. Но здесь, смотрите, кульминация. В 70-м году Господь не выступил. А здесь написано, третий стих, тогда, то есть в этот момент, самый критический момент человеческой истории, истории Израиля, истории Церкви Христа, выступит Господь. И ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И дальше, четвертый стих. «И станут ноги его в тот день на горе Илеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Илеонская от востока к западу, весьма большой долиной, и половина горы отойдет к северу, половина ее к югу». Когда это было? Этого еще не было. Но это будет. Чтобы вы понимали, то, что будет происходить в Израиле. То есть в Израиле будет война. И будет очень серьезная война. Но до этого момента Израиль будет непобедим. До вот этого момента кульминации. И у пророка Даниила написано, при совершенном низложении силы святого народа все это будет. Но в оригинале там написано, что когда у святого народа будет сломана правая рука, то есть он уже не сможет сопротивляться. Армия Израиля будет уничтожена. Израиль перестанет существовать как государство, но в этот момент произойдет очень интересная вещь. То есть небеса раскроются, и сойдет Господь Иисус вместе со своими воинствами. И в долине Мегидо будет находиться Антихрист и его армия. И дальше написано 12 стих. И вот какое поражение, и вот какое будет поражение, которым Господь поразит все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого ищахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, язык его и сохнет во рту у него. Вы представляете, что это будет происходить? То есть эти люди, они будут разлагаться живьем. Это не Хиросима. Это не ядерный удар. То есть это будет со всеми народами. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа. То есть это не будет ядерная ракета или что-то в этом роде. Так что один схватит руку другого и поднимется рука его на руку, ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. И будет такое же поражение и коней, и лошаковы, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, который будет в штанах у них. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, то есть те, которые останутся в тех народах. То есть вот эти вот армии, которые будут находиться в Израиле, они будут полностью уничтожены. И об этом написано еще в языке или там написано, что в течение семи лет будут хоронить остатки этой армии. И будут специальные люди, которые будут обходить землю, искать человеческие кости и относить в эту долину, и хоронить в этой долине. И эта долина будет названа долиной полчища. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Савоофу, для празднования праздника Кущей. На каждый суккот все народы будут приходить в Иерусалим и будут поклоняться Господу. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Савоофу, то не будет у них дождя. Если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя. И постигнет его поражение, каким Господь поразит народы, не приходившие праздновать праздника Кущей. Вот что будет за грех египтян и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущей. Зато в то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу. Кто из вас помнит, где это было начертано? Я уже, по-моему, говорил. У первого священника на золотой табличке. А тут на конских уборах. Вы представляете? То есть, насколько это будет святой город? В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу. И котлы в доме Господнем будут как жертвенные чаши перед алтарем. И все котлы в Иерусалиме иудеи будут святыней Господа Савоуфа. И будут приходить все приносящие жертвы и брать их, и варить в них. И не будет более ни одного хананея в доме Господа Савоуфа в тот день. То есть, ни одного язычника в церкви и в доме Господа Савоуфа не будет. Будут все верующие и будут поклоняться Господу. Еремея 30 глава. Еремея 30 глава. Седьмой стих. О горе велик тот день не было подобного ему и это бедственное время для Якова, но он будет спасен от него. То есть, это великий день и не было подобного ему. То есть, не было подобного ему, но Яков будет спасен в этот день. Это день его спасения. Ну и запишите 2 Фессалоникийца. 1 глава 7 стиха по 10. Если помните, о чем там говорится, там говорится о втором пришествии Господа Иисуса Христа. Исайя 59 глава. С 19 по 20. 59. С 19 по 20. И там написано. И убоятся имени Господа на западе и славы его на восходе. Солнце. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И придет Искупитель Сиона и сынов Якова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. Придет Искупитель Сиона и сынов Якова. Я думаю, что в этом контексте о Сионе говорится как о церкви. Это то, что мы читаем в Евреи. Но вы не приступили к горе Синаю, но к горе Сиону и торжествующему собору и церкви первенцев. И здесь он открывается как Искупитель Сиона и Искупитель Якова. И Искупитель сынов Якова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. Хорошее место. Дальше. Откровение 22 глава. Откровение 22 глава. 22 глава. 13 стих. 22-13. И там написано Я есть Альфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний. Иисус есть начало истории, и Он есть ее конец. Он есть первый и последний. Он есть Альфа, и Он есть Омега. И Он был в самом начале, и Он будет в самом конце. И земная история это история от начала до конца. И мы с вами увидим эту историю в Его свете. Я хочу еще одно место посмотреть. Ну, запишите еще. Исайя 2 глава с 1 по 4 стих. Там говорится о тысячелетнем царстве. Захария 14 глава с 8 по 9. И 16. Там говорится о праздновании Суккот. Нет, 16 стих. 14 глава с 8 по 9. И 16 стих празднования Суккот. Кстати, в Откровении тоже мы видим празднование Суккот, но уже на небесах. великое множество из всех племен народов и языков с пальмовыми ветвями, да, в белых одеждах, пред престолом и агнцем. То есть, это праздник Суккот в небесном Иерусалиме. И этот праздник будет отмечаться каждый год в Израиле во время во время тысячелетнего царства. Ну и последнее место мы посмотрим Исаию 40 главу. 40 глава Исаии с 6 по 9. То, что мы должны с вами делать. утешать Божий народ, да, но не только. с 6 по 9. Голос говорит возвещай. И сказал, что мне возвещать? Всякая плоть, трава, и вся красота ее, как цвет полевой, засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, свет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш. Как вы думаете, кому это написано? Если не знаете, я вам скажу, это написано вам. Потому что на сегодняшний день это вы, благовествующий Сион. И Писание говорит, что вы должны силой возвысить голос и сказать городам Иудины. Иудиным. Вот Бог ваш. Аминь. Вопросы? Спасибо.